Так, приветствую, друзья. И своих друзей хочу вам представить. Пожалуйста, я передаю им слово, пускай сами говорят. Здравствуйте, я Катя Улютина. У нас сейчас проходит на Винзаваде выставка. Она посвящена экстриму, самосовершенствованию и границам, пределам человеческого тела. В частности, там есть одна линия, которая посвящена Наталье Молчановой, с которой мы познакомились в Центре Хасана. О, в Центре защиты от стресса. Наталья Молчанова 41 рекорд мировой. А ее сын Алеша, сколько у него рекордов тоже, да? Задержка дыхания 8 минут, по-моему, да? Почти 10. Почти 10, да. Больше 9. Больше 9 Молчанова, да. Моя приятельница была. Мы даже хотели для всех сделать синхрогимнастику, для всех молодых людей. Жалко ее нет теперь, да. Да, я помню этот момент, когда она пропала, как в Центре все переживали. Да. Она меня вдохновила. Я после общения с ней начала учиться с плаванием уже, спортивному, да, и занялась серфингом. Ну вот, видишь? Наша Катя, Каша, плавала. Меня зовут Егор. Я куратор выставки, которая называется «Быстрее пульса». И на этой выставке мы исследовали границы лимита человеческого тела. И стресс – это был один из основных элементов, которые Катя так или прямо, или косвенно рассматривала в своих работах. А вот Катина работа. Катюша, как называется? Это танец. Это… Танец. Да, посвящено Матису. Посвящено Матису, да. Ну, мне очень нравится. Спасибо. Да. Катюша очень талантливая. Я знаю ее маму тоже. Катя и мама – талантливые люди, да. Спасибо. А вот про границы мы хотели спросить, что у вас же очень много тренировалось и хоккейные команды, и военные, и чемпионы, и космонавты. Ну, в общем, все люди, которые так или иначе переходят за грани возможностей, ставят рекорды, получают медали. Насколько вот человеку важно вообще отследить какую-то грань, когда это саморазрушение или это все еще прогресс. И бывает ли, что этот вообще путь каким-то нетравматичным, без надрыва, может ли он с помощью, может быть, вашего метода быть неопасным? Я действительно обучал и золотых медалистов, и интеллектуальных, и таких рекордсменов мира. Дело в том, что, я просто скажу, я дружил с Ольгой Корбут, которая, петля Корбут, это непроизойденное достижение в спорте, в гимнастике. Я с ней встретился и задружился, когда она уже была на пенсии. И она, когда попробовала наш ключевой тест-тест, когда у нее руки пошли, и она говорит, «О, это прекрасный метод для самонаблюдения у спортсмена системы внутренней мышечной подготовки». Она сразу оценила. Мне это очень понравилось. Мы с ней дружили, мы с ней поехали, как молодые писатели, ездили в Чехословакию. Встречаться там с писателями от молодой гвардии мы ездили. И делали доклады и так далее. И оттуда же она улетела в Америку. Второй раз я с ней общался, когда я был в Канаде. Я ей звонил там, будучи в Канаде. Я говорю, «Олечка, как у тебя дела?» Она говорит, «Да вот так вот, и когда в следующий раз приедешь в Канаду, привези, говорит мне, пожалуйста, матрешки». Я говорю, «А зачем тебе матрешки?» Она говорит, «Ну, я друзьям здесь дарю матрешки разного такого размера». Ну, в общем, я просто хочу сказать, что я общался, конечно, в своей жизни с такими выдающимися спортсменами. И потом я обучал и тренировал хоккейные команды, я обучал волейбольные команды, я обучал футбольные команды. Команду «Арарат» я помог, чтобы ее сохранили в высшей лиге, когда они проигрывали один за одним матч, проигрывали. Я помог им сохраниться. Вопрос в том заключается, что на самом деле спортсмены профессиональные, вот как Ольга Корбут, вот она вышла на пенсию, и она никому не нужна. И они большой травматизм могут получать. А вот метод ключ для чего нужен? Чтобы они получали свои рекордные достижения, делали с меньшими травмами и быстрее восстанавливались после них. И делали больше рекордов, чем обычно могли бы. А у вас же еще есть очень большая практика реабилитации с помощью идиомоторных практик. Ну да, конечно, конечно. Тоже для спорта. Реабилитация, конечно. И космонавтов. И для спорта. Космонавтов, прямо я скажу, что я дружил с космонавтами, потому что меня пригласили в Звездный городок, к приглашению замначальника Центра подготовки космонавтов Андрея Григорьевича Николаева и Трубилина, замминистра захоронения России, тогда Россия, РСФСР, в Союзе, хотя это было. Я приехал туда, а я работал в Махачкалинской поликлинике номер один, иглотерапевтом, заведовал кабинетом иглотерапии, сразу после института медицинского. Я приехал туда, и мне посчастливилось не только дружить с Андреем Григорьевичем Николаевым, который был замначальником Центра подготовки космонавтов, но и, во-первых, готовить группы, которые раньше летали в невесомость. И я там создал модель невесомости у человека в земных условиях, чтобы он мог на Земле тренироваться к состоянию невесомости, чтобы в полёте космическом быстрее адаптироваться. И поэтому мне посчастливилось там дружить со всеми генералами, которые там были в Звёздном городке, дружить, естественно, с главным психологом Багдашевским, дружить. Ну, короче говоря, там меня ещё попросили, пока я там был, ещё и с населением Звёздного городка работать, то есть там есть медуправление. И ко мне приходили мамы со своими детьми, и я их обучал методу Ключио, потому что, короче говоря, это метод был впервые тогда такой вот, и меня там знали все, и потом через 10-15 лет я туда приехал. Это фантастический случай. Там меня не видели уже 10 лет и забыли, и вдруг я приехал, шлагбаум только перешёл, зашёл в Звёздный городок, иду, и тут идёт женщина, и с ней целый выводок детишек маленьких. И она меня увидела. Ой, кто к нам приехал? Хасик Григорьевич. Она забыла, как меня зовут, но Хасик Григорьевич помнила. Хосе Магомедич забыл, а Хасик Григорьевич у него помнил. И потом меня в центре моём, защитная стресса, когда я работал здесь, в Москве, шутку называли Хасик Григорьевич. Ну, очень смешно было. Да, помнили, да, помнили. Потому что на самом деле там были... А я дружил ещё, потому как я с ними дружил, с генералами там, я ещё дружил с начальником Мунинской академии, с маршалом Скамороховым. Знаешь, маршал Скаморохов, дважды герой Советского Союза, маршал авиации, я его спрашивал, а как получилось, что вы стали дважды героем Советского Союза. Он говорит, первый раз было, что я на истребителе, когда летел во время войны отечественной, хвост отрубил самолёт. Я, говорит, и он когда стал показывать, как он сумел справиться с... то есть, представляешь, что истребитель без хвоста. И он падает отвесно вниз, и он, говорит, в этот момент показывает глазам, тук-тук-тук-тук, и я понял, что у него хорошая координация. Он вспоминал этот случай, и он говорит, я включил элероны, это такие подкрылки, такие на самолёт. И вот так, говорит, падает истребитель, вот так. И он так встал. Потом опять падает, и вот так встал. То есть, я включаю эти подкрылки, и встал на нос. Мне, что я сохранился, за счёт того, что я так вырулил. Дали первый раз завезду героя, я потом, я книжку, он мне подарил марш, этот боем живёт истребитель. Маршал Скомарохов. Я тогда понял, почему у него такая реакция. Почему? Я его ещё тогда спросил, а вы боялись летать в бою? Он говорит, нет, нет, я, когда хорошо, говорит, машину знаешь, а не боишься. А я понял, почему. Он потомок Скомарохов. А Скомарохы, они между деревнями ходили, вместо почты. Они вести, новости разносили. И они разносили их, наряду с тем, что они всех развлекали. Показывали, что сегодня спортсмены говорят. Кульбиты там, сальто делали там и прочее вот такие вот. С него хорошая координация. Очень хорошая координация. И с Комарохов был как раз их потомка. И это связано с психическим стабильным состоянием. Конечно, поэтому он дважды герой Советского Союза был. Но беда заключается в том, что и горе в этом заключается. Мы с ним дружили, и он меня попросил, чтобы я... Ну, в общем, это там семейное дело, дело не в этом. Дело в том, что мы ездили с ним на машине, с водителем его, который был очень аккуратный. И он говорил, не еду, а пойду. Он так говорил, пойду вот так, пойду вот так. Ну, хорошо. Маршал Скомарохов, я к чему? Который дважды герой Советского Союза, потомок Скомарохов, который обладал такой координацией и такой великолепный человек, такой командующий, прекрасный командующий, начальник Монинской академии, погиб на земле в автоаварии с таким прекрасным водителем. Я просто хочу сказать о судьбе, как она распоряжается. Вот как это могло произойти? Удивительно? Ну, вот у нас, кстати, на выставке есть тема смерти, что вот как, допустим, Наталья тоже погибла, будучи лучшей в воде. Да, у меня был вопрос. Молчанова, извини, я сейчас скажу, Молчанова погибла, потому что она поехала по приглашению какого-то бизнесмена или кого-то куда-то, и там она прыгнула в воду, и она не знала, что там течения какие-то. Поэтому ее куда-то занесло. Она просто погибла по незнанию вот этих, той местной воды, как говорится. когда она там, это чистая случайность. Извини, я... Нет, нет, нет. Я хотел переместиться в тему, в тему, больше к теме искусства, и хотел спросить про метод «ключ» для художника. То есть, насколько это... Как художник может использовать этот метод? Вот у меня картина вот здесь вот. Поскольку, если нас кто-то смотрит, который еще не знает о том, что у нас книги выходят, наша школа «Человек будущего» в «Хомо футурус», я и участники школы на основе принципов ключа там приемы написали. И уже две книги такие вышли. И в одной из них есть наши картины. Вот мои картины, например. Вот. Ну, разные картины. Тетрадкой там сделаны. Для тех, чтобы читатели, чтобы они поняли, что метод «ключ» не только для спортсменов и военных, и не только для тех, кто занимается инженерным делом, или чем бы он ни занимался. Но в первую очередь он развивает творческие качества в любой области. Будь то инженер, или военный, или строитель, он открывает возможность, открывает таланты, о которых люди даже не подозревают. Вот это главное. Что человек по природе вообще творец, и мы даже не знаем, что мы и музыканты, и композиторы, и одновременно режиссеры, мы и художники, мы спортсмены, мы просто этого не знаем. А у нас метод «ключ», который открывает наши способности. Вот это важно. Что человек по природе творец. Не только реабилитацией заниматься, но и открывать свои творческие начала. Ещё, мне кажется, очень интересно. Чего раньше в школе не было. Да, это очень важно. А сейчас есть вот по физкультуре для десятых, одиннадцатых классов, кто не знает, профессора Матвеева, Анатолия Петрович, там специально три страницы с картинками, несколько приёмов из метода «ключ». Здорово, поздравляю. Да, учебник по физкультуре. Как Вы к этому шли, чтобы это было в школах. Да, да, да. Ну, это ещё нам надо жить, чтобы пришли к этому. Да. А ещё у Вас есть потрясающие методики переработки, как сказать, трансформации стресса в ресурсы для решения каких-то задач. Есть, допустим, у Вас какая-то задача, которые Вы, ну, никак, вот пытаетесь взяться, допустим, за какой-то проект, там, или, допустим, решить, как Вам деньги заработать на выживание, на ЖКХ, там, и вот не знаете как. Вот какая-то задача, допустим. А у нас в методе «ключ» есть такое состояние нуля. Это состояние глубокой душевной безмятежности. Это состояние, когда Вы в покое, это получается нирвана. А если Вы на этой нирване начинаете решать свой волнующий Вас вопрос, ту задачу, то это превращается в поток. И Вы начинаете понимать, как Вам заработать деньги, или как Вам сделать другой вопрос решить. То есть волнующий вопрос, вот это нулевое состояние поворачивается в ту или иную сторону в зависимости от того, что Вас мотивирует. Но это надо показывать, мы сейчас не можем это сделать. Это времени не хватит. Это просто надо Вам показать приемы для синхронизации с текущим состоянием, в каком Вы сейчас находитесь. А это тоже очень все просто, оказывается. В общем, ключ настолько прост, просто мы настолько заблокированы шаблонами старого мышления, что нам трудно это понять, пока не рассказать на примерах. Вот эти книги, которые мы пишем, и до этого написал я 20 книг на разных языках мира, там как раз такие объяснения, что каждый человек ключом пользуется, просто он его не осознает. Я просто открыл, как мы это неосознанно делаем. И рассказываю, что когда человек делает осознанно то, что он делает обычно неосознанно, ну, например, когда он нервничает, он ногой трясет там или ходит туда, ну, разный там. Если он осознанно это сделает в виде упражнения, у него открываются новые возможности. Это поразительно. Я использую. Вот это используешь ты же. Как часто нужно использовать метод ключа, чтобы он работал в ходу силу? Ну, во-первых, надо научиться там несколько дней по 5 минут в день, по 5 минут в день, он научится очень легко. Ты наблюдаешь за собой в состоянии стресса, что тебе хочется делать. Трясти ногой или ходить по комнате, или кричать, или там делать богостенью, или там волейбольные движения. Что ты хочешь делать в момент стресса? И потом 5 дней ты эти упражнения делаешь, потом садишься, пускаешь мысли на самотек, это называется стадия посредействия, и у тебя наступает пустота в голове. Тебе все пофигу. Ты ушел в нулевое состояние. Но вот это вот действие, которое ты понаблюдал у себя, что тебе хочется делать во время стресса, у меня был парень, у которого через несколько дней выступление, он оперный певец. да, и он говорит, я нервничаю, всегда нервничаю перед пением, а тут он был простуженный. И говорит, я вот боюсь, как бы там не затянулось там что-то, мне надо срочно быть готовым к выступлению. Я ему говорю, представь себе, что ты сейчас перед выступлением. И смотрю, он руку зажал так. Я говорю, что ты кулак сжимаешь? Не знаю, говорит. Наверное, мобилизовался. Я говорю, несколько раз поджимай так, представляешь, что ты выступаешь и поджимай так, как организм сейчас тебе выдал. И он начал так делать, а потом сел, и я говорю, что? А теперь я не боюсь, говорит. Я знаю, что я выздоровлю, голос будет нормальный, я выступлю. Снял эту доминанту, в которую он мог зациклиться. Какой это называется метод подбора, принципом перебора? Принцип подбора путём перебора, это мы ищем действия с огромной текущему состоянию в моменте. Подключаем этот принцип к старому классическому принципу повторения мать-учения. А теперь принцип подбора путём перебора по критерию желания это действия продолжить. Например, если вы встанете и начнёте дирижировать, или встанете и начнёте делать шелтай-болтай, и вам захочется какое-то из этих действий продолжить, значит, действие ваше. Если вы будете продолжать, у вас снимается стресс. Ну, это надо там, запишитесь на наш Телеграм, запишитесь на наш Ютуб-канал, там есть бесплатные ликбезы, прелесты, запишитесь на наш. Ну, всё там у нас есть под моими роликами, есть все контакты. И ваше, пожалуйста, скажите. Да, приходите на выставку, на винзавод. Она работает до 31-го числа. Мая. 31-го мая, да, 9-й подъезд. Да. Мастерские художников. Да, и меня можно найти Катя Улитина в интернете. Катя Улитина. Да. Ей такое имя красивое, и фамилия такая красивая. И маме привет передай, кстати. Меня можно найти через Катю в Инстаграме. Да. Ну, может быть, ещё хотите что-то сказать, скажите, я же вас хочу задружить с нашей школой Человек будущего, Homo Futurus. Я хочу сказать вам огромное спасибо. Я пользуюсь методом вот столько лет, сколько мы знакомы. А мы с Катей давно знакомы. И когда какие-то критические ситуации, провожу метод для друзей, потому что вы меня ему обучали и проводила для художников, когда ещё и пандемия была, и потом вот вся эта история сейчас тоже очень у многих нервные. И поэтому ты сегодня пришла, да? Срывы. Не пришла, потому что соскучилась. Понятно, понятно. И хотели рассказать про выставку. Ну, мы хотели пригласить, но понятно. Давай про выставку ещё расскажи, кто хочет, друзья. Идите к Кате на выставку. Мы её выставим где-то ещё, да, она посвящена экстремальным видам спорта. То есть как раз такое направление, которое очень... Породительное, да. Да, к ключу. Молодцы, да. И начали мы сотрудничество с Катей, в принципе, обсуждая... Эту выставку. Эту выставку и метод ключ тоже. Да. Вот, так что я для себя его открыл, а Катя... А, кстати говоря, ты вот пока мы... Продолжающий пользователь. Пока мы готовились к нашей встрече с нашей школой, ты говорил о том, что ты в курсе методов фразы. Буддизм и там, медитации, да? Да, да, да. Ну, скажи, скажи, чем ты занимался, скажи, чтобы... Ну, у меня, наверное, больше знаний в буддийской медитации, в медитации на дыхание, поэтому, вот как Хосай говорил, то есть результат один и тот же, цель другая. Вот, я знаю, что это работает, я понимаю, как это работает, но как это можно еще использовать и адаптировать, у этого действительно очень большой потенциал и большое поле применения. Вот, открываю новые методы. Отлично, отлично. Я очень рад задружиться, так что вот, все мы дружим, у нас есть школа человечности. Школа будущего, кстати, это школа человечности. Еще, я скажу, школа человечности и школа человек-творец, потому что мы все творцы. У нас есть только одна проблема, глобальная проблема. Когда мы очень нервничаем, мы зацикливаемся, зависаем, как компьютер зависает, и наша задача научиться с помощью нулевого состояния, вот этой безмятежности. Наша задача быстрее из зависания выходить. Вот кто-то посмотрел кино какое-то трагичное, или где-то что-то случилось неприятное, и потом спать не может, он завис. У него доминанты, да. Мы по существу учим выходить из доминанта и создавать свои собственные, какие хочешь, для чего хочешь, в зависимости от ваших целей и задач. Ну, об этом мы можем потом еще поговорить. Друзья, спасибо. Спасибо. Всего доброго. Пишите нашим друзьям новым, комменты пишите, им пишите. Чем больше вопросов, тем больше мы открываемся. А опыт у нас есть, да, Катя? Да. До встречи. Пока.